Должно быть на этих занятиях. Мы тоже особо нам не рассказывали, о чем оно. Кто бы... Так, чат. Кто вы, чем вы занимаетесь, какое направление, кто у вас научные руководители? Я Султан Исманович, я занимаюсь машинным обучением, конкретно генерацией текста. Да, не понял. Генерацией большими языковыми моделями? Да, да. А где защищаться будете? Я не знаю. А будете? Думаю, да. Ну, хорошо. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Так. А год у вас какой? Мы все на втором курсе. Все второй год, а вы трехлетние, да? Все? Да. То есть, это у вас последний год, где что-то можно сделать, а потом уже вы должны двигаться в направлении задачи подготовки документов и диссертации. Так, а кто еще, кроме специалистов по машинному обучению есть? Ну, у меня сам Иванович Константин Евгеньевич, научный руководитель бизнес-процессы, EPU, моделирование бизнес-процессов. 5G, BCMP и так далее. Вот я тут даже совсем не представляю, а какой результат у вас научный? Описание процессов ВУЗа сейчас делаем публикации по EPU, описываем процессы ВУЗа с математическими методами моделирования в разных системах, в том числе по BSMP. А вы по какой специальности собираетесь защищаться? Ну, знаете же, что у нас есть два направления, да? Это 1-2-2 и 1-2-3. 3-2-1. 1-2-3, да? 3-2-1. 3-2-1. Вы учитесь на 3-2-1. А у нас нету 3-2-1. Системный анализ, управление, обработка информацией и статистикой. А, 2-3-1. Нет. Значит, 2-3-1 у нас отсутствует, есть у инженеров, ну или где-то снаружи будете защищаться. Понятно. Ну, тогда это сложнее все, поскольку нужно будет находить место, где защищаться и так далее. Так, еще кто у вас? Кто еще чем занимается? Я занимаюсь тоже у Султана Исмаиловича Сапогарова, направление 1-2-3. Вот, по сути, занимаюсь детекцией аномалии в логах, ну как так, анализ текстов получается. Вы понимаете, вот машинное обучение, которое вы говорите, оно под 1-2-3-то не ложится? Для него есть 1-2-1 направление. А каким образом под 1-2-3 вы будете все это делать? Наверное, руководитель научный знает. Такие значения, они тоже... Так, еще кто что делает? Так, кто еще у нас тут? Еще два. Так, вот, Валентин Сергеевич, вы чем занимаетесь? Добрый день, научный руководитель у меня Белов Александр Александрович. Занимаемся мы разностными схемами, ну, в частности, разностными схемами с экспоненциальной исходимостью. Направление тоже 2-3-1. Ну, да, ну, значит, это совсем... Это, ну, хорошо, ладно, как-нибудь придумаем по что это пойдет. Так, 2-3-1, это просто тогда набирали по 2-3-1 и несколько человек в 2-3-1. Так. Так, Ислам Хасанович. Да, здравствуй. У меня тоже 2-3-1. Я был у Салпагара, у Салтана Смейловича. Сейчас меняю научного руководителя, скорее всего, это будет Киселев. И будем заниматься обучением с подкреплением на основе обратной связи. Пока так. А почему вы меняете? Мы сработали с научным руководителем. Хорошо, да. Ну, это, конечно, хорошо, Киселев. Еще раз. ТВ машинное обучение у нас идет на 1-2-1. А вы паспорта специальностей знаете, да? Да, да, я смотрел. Какой специальности вы, значит, пунктам вы соответствуете? Вы по 2-3-1 пунктам каким соответствуете? По пунктам я сейчас не скажу, это посмотреть надо. То есть вы не определялись, чем вы будете заниматься. Хорошо, да. Так, Любовь Олеговна, а вы чем занимаетесь? Я занимаюсь Малахом Михаилом Дмитриевичем, занимаюсь системой компьютерной алгебры, разностными схемами. Соответственно, работаю в Сейдж. Мы решаем уравнение с полиномиальной правой частью, квадратизацией занимаемся. Скорее всего, защищаться на 1-2-3, скорее всего, защищаться придется по 1-2-2. Придется. Ну, да, конечно, на 1-2-2. А вы на 1-2-3. То есть вам придется сдавать 2 экзамена. Значит, вы все у нас трехлетние. Соответственно, вам нужно сдать диссертацию до окончания аспирантуры. Аспирантура у вас кончается в сентябре следующего года, да? А, нет, это второй год кончается. Сейчас у вас начало второго года. Правильно? Да, начало второго, да. Да, значит, это последний год, когда вы что-то делаете. Через год вам нужно уже приступать к написанию диссертации, апробации ее и так далее. Ну, то есть время-то есть у вас, но нужно все-таки его использовать с умом. Соответственно, вам нужно будет 25-й. В начале 26-го вам нужно будет сдать уже диссертацию готовую. Ну, скажем, где-то в декабре 25-го, январе 26-го готовая диссертация должна быть. Там дальше все документы. И до окончания аспирантуры вам нужно получить все документы и все выписки для защиты. Иначе защититься у вас не получится. Ну и, соответственно, вам нужно будет пересдать все, у кого дополнительные экзамены, тоже их нужно будет сдать. Ну, понятно. Значит, поскольку вы каждый занимаетесь чем-то своим, общих вариантов по обсуждению моделирования, я особо не вижу. Ну, фактически то, чем вы занимаетесь все, это некоторые варианты моделирования. Но в зависимости от того, где вы защищаетесь над той специальности, там есть своя специфика, свои какие-то требования. Ну, наверное, вам ваш научный руководитель выберет, как вы будете защищаться. Ну, вам нужно паспорт специальности взять с лаковского сайта, прочесть и примерно представлять, по каким пунктам вы соответствуете этому паспорту. Ну, и, наверное, он должен вам продекларировать, где вы будете, собственно, защищаться. Потому что, если этот вопрос будет в подвешенном состоянии, то вы просто не защититесь. У нас совет есть по 1-2-2 и 1-2-3. По 1-2-2 это по матмоделированию у нас защиты идут. По 1-2-3 у нас идут в основном по теории массового обслуживания. По моделированию сетей сотовой и подвижной связи. 2-3-1 у нас совета нет. Есть такой совет у инженеров. Про это я ничего сказать вам не смогу. 1-2-1 совет, если вы пойдете по машинному обучению, у нас тоже нет. Наверное, ближайший это в Исаран. Ну, поскольку Киселев, например, из Исаран, да, то, может быть, он сможет договориться по этому поводу. Ну, в принципе, вам может быть казаться, что это не так срочно нужно все это посмотреть. Но на самом деле, чем раньше вы определитесь, тем лучше. Значит, вам нужно статьи, 4 статьи, 2 К1, К2 и 2 можно К3. Вы уже покрываете все эти публикационные активности? У вас уже есть нужное количество статей или у кого-то нет? Дмитрий Сергеевич еще пока нет, но там есть вариант вместо двух публикаций сделать два вида. Регистрация ПО на данный момент у нас квалифицируется как публикация К3. То есть вы можете сделать одну, может быть, две, примут регистрации программ, как две публикации пойдут. По остальным моментам занимаются просидинги скопусовские, но на них закладываться я бы не советовал, поскольку неизвестно, что будет через год, а тем более через два. Потому что ВАГ просидинги вычеркнул из публикаций, которые возможно принимать только статьи. Ну, скопусовские принимаются. Опять же, когда вы смотрите скопус, вам нужно смотреть, чтобы не меньше К3 было. К4 не подходит. Далее... Далее, я понимаю, что на русском языке тоже можно. Можно на русском языке, да. Это несомненно. В российских журналах иногда, да чаще всего в российских журналах проблем больше, чем в зарубежных при публикации. Вам нужно апробацию, то есть, ну, хотя бы в трех разных конференциях, и не по одному разу представить. Ну, это вы тоже делаете, да, конференции. Проблема в том, что они разнесены по времени, и быстро их не сделать. Плюс к этому выступление на семинарах. Ну, хорошо бы на локальном семинаре он доложится. И потом на внешних семинарах на одном-двух точно. То есть, должно быть не меньше трех семинаров для докладов. Ну, пожалуй, и все. То есть, вот, не такие большие проблемы с подготовкой. Диссертация не меньше ста страниц должна быть. Чуть побольше желательно. Это на физмате. У гуманитарных не меньше двухсот. Они больше пишут. А есть требования по тому сходу, который должно быть там в математических выкладах, расходах текста? Значит, тут проблема в том, на какую специальность вы идете защищаться. На 1.2.3 специальность, если, то там достаточно все просто. Там наиболее слабые ограничения. По 2.3.1, ну, она очень новая специальность. Она собрана из нескольких старых. Поэтому точно сказать нельзя. По 1.2.2, это вот Любовь Олеговна, она обязательно требует наличия теорем, блок-схем алгоритмов и блок-схем псевдо-кода и программного кода. То есть 1.2.2, это наиболее жестко прописаны требования. По диссертации. По диссертации. Так, обидно, да? Да. Экран виден, нет? Да, виден. По диссертации. Диссертации. Ну, для естественных наук у нас желательно придерживаться структуры Эмратов. Ну, и статьи тоже по этой структуре делаются, и диссертация в том числе. Диссертация у нас состоит из трех глав обычно, ну, как Эмрата требует. В принципе. Введение у нас диссертацию должно быть согласованным с авторефератом. Тоже очень важное, в принципе, автореферат – это единственное, что у вас будут читать. Ничего остального читать у вас не будут. Литературные источники. Литература идет примерно из соотношения одна ссылка на страницу. То есть, сколько у вас страниц, столько и ссылок в литературе. Приложения, они обычно не больше трети должны быть. И в объеме диссертации не учитывается в квалификационном объеме. Так. Ну, вот у нас введение, оно теоретическое, задает основные элементы. В принципе, оно построено так же, как автореферат. То есть, у нас актуальность, цели, объект, предмет исследования. Обязательно вы должны представлять, какая у вас научная и практическая новизна. Поскольку обязательно это будет спрошено и на докладах семинарских, и на защите. Вы это должны хорошо представлять, что вы, собственно, нового сделали. И объем небольшой. Там страниц 10-12. Достаточно компактная. У нас три главы. Теоретическая глава, собственно, будет рассказывать, зачем вы этим занялись. Какой интерес в этом. Что сделали до вас. И что в том, что сделали до вас, выглядит недостаточным. Что плохо из того, что сделали до вас. Дальше идет глава, описывающая, как по Эмрад, методы и инструменты. Вот она, собственно, описывает методы инструменты, методику исследования дает. Она, собственно, описывает ваш процесс работы. И третья глава, это, собственно, что вы сделали, описывает конкретно, что вы исследовали, как исследовали, получаете результаты. В зависимости от объема третьей главы, мы можем добавить четвертую главу, можем не добавлять. А четвертая глава, это у нас идет как обсуждение. Если слишком большая третья, то обсуждение можно вынести в отдельную главу. Там вы обсуждаете результаты, как было сделано, в чем отличие от всего предыдущего. Ну и какие-то выводы делаете. Ну и заключение, оно достаточно короткое. Там тезис надается, ну, можно сказать, что заключение это своего рода абстракт диссертации будет. То есть, какие у вас цели и задачи стояли, что вы сделали, какие результаты получили. Вот эти вот результаты, а именно, выносимые на защиту теоретические и практические ваши достижения, вы записываете в заключение и выносите в презентации на слайд, на отдельный, кратко очень, чтобы видно было, что вы, собственно, сделали. На кандидатскую много результатов не нужно. Там пунктов 4-6 максимум. Ну вот, собственно, и все. Как видите, только сесть и написать. Это очень просто. Библиографию оформлять в каком-то библиографическом менеджере. Вы используете что-нибудь, библиографический менеджер какой-нибудь? Работать библиографией выглядеть должна примерно так. Вы берете статью, книгу, неважно что, заносите запись о ней в стандартном формате в библиографический менеджер. После прочтения, при прочтении, хорошо бы с помощью ручки или, если вы читаете на электронном носителе, с помощью пера пометить определенные слова, мысли, замечания свои сделать. Потом, после прочтения вот этой пометки, загрузить в библиографический менеджер. И еще раз просмотреть этот источник, вписать свои мысли и краткое содержание источника. Потом вы в своей диссертации будете ссылаться на данный источник. Ну и поскольку в стандартном виде, то и в диссертации вашей ссылка тоже будет в стандартном виде. Вот примерно так работают с источником. И за год вы должны были, ну давайте мы смотрим, у нас должно быть ссылок не меньше 100, но скажем 100, 120. Ну, наверное, 20 процентов, пусть будет 120 книг и 80 статей. Соответственно, вы за два года должны, на третий год у вас уже нет времени прорабатывать материал. Вы за первый год должны были проработать 10 книг и 40 статей и за второй год тоже 10 книг и 40 статей. И каждую из них занести в библиографический менеджер и написать краткое содержание и свои какие-то... Причем краткое содержание вы сами должны написать, а не через чат GPT сделать свои пометки. Вот так вот выглядит работа с литературой. Надеюсь, вы именно так работаете с литературой или по-другому? По молчанию могу договориться, что именно так вы и работаете. А какие библиографические менеджеры вы используете? Если честно, при этом всем, когда вот что-то пишу, использую онлайн. Но я знаю, что есть много, которые вот на компьютер устанавливаются, но вот, к сожалению, не работало. У вас нет компьютера? На данный момент нет. Нет компьютера, да? Ну, на данный момент нет. Вот в ремонте сейчас, например. Это очень плохо. Это очень плохо. Но вы же можете работать на любом другом, синхронизируя информацию между ними. Ну и желательно иметь, да, несколько компьютеров. Один для стационарной работы, один для поездок, один для отдыха, синхронизируя постоянно их. А какой менеджер вы предпочитаете локальный? Ну вот я локальным не пользовался. Я пользовался только вот онлайн оформлением физической литературы. Не помню, какими-то иностранными, не российского производства. Да. Это нехорошо. Ну, я чувствую, что и за текущий год ситуация тоже не изменится. Ну, можно изменить все, что угодно. У меня есть желание поменять. Ага. Ну, хорошо. Мы тогда в следующий раз посмотрим, какие у нас есть менеджеры литературы. Вот эти. Ну, может быть, какая-то мысль появится. Появится. Что? Не услышал. Было бы очень здорово. Спасибо большое. Хотелось бы рассмотреть локальные менеджеры. Да, тогда мы это и посмотрим, начиная от детских и кончая взрослыми. Ну, да. Значит, дальше. Диссертацию вы пишете в ТЭХе, конечно. В смысле, в латексе или как его? В латексе ходят девушки с книжкой социальной. Ну, извините, просто. Ну, как пишется, так и читаем. А он пишется и читается именно как латех. Потому что, если вы прочтете... Кто ТЭХ придумал, кстати? Ну, это с греческого вроде там латех? Да, да. Это с греческого. От слова техно. Технология. А я думал, просто букву забыли и должен быть латекст. От слова текст. Какие у вас мысли такие. Даже я бы даже... ТЭХ придумал Дональд Кнут. Вы читали Кнута? Я читал, но знаю, что он очень умный. Умный. У него есть десяти томник по... наверное, по программированию, по алгоритмам. У него... Он называется Art of Programming. Искусство программирования. Не читали, да. А программированием вы не занимаетесь. Вы не пишите никакой программный код, ничего не реализуете. Как бы зато. На чем пишите? Питон. На питоне. На... Ну, хорошо. Можно же на чем угодно писать. Ну, ладно, да. Хотя очень сомнительно. Хорошо. Так, значит, это... Вот вы латех используете для написания диссертации? У вас стоит... Конечно используем. Да. Компилятор локально стоит? Или вы используете какой-нибудь внешний, типа оверлива? Мотоверлив. Локальный. Оверлив. А как вы платите за оверлив? За него надо платить. Там бесплатно у меня. О, да-да-да-да. Вы знаете, за все западное нужно платить. Там... Это такой принцип. А если вы... Если вы не платите за что-то, то, собственно, вы не клиент, а вы ресурс, который использует западный какой-нибудь производитель. Да, за оверлив надо платить. Потому что, если вы что-то компилиете, то в один прекрасный момент, превысив лимит, скажем, страниц 10, вы вдруг обнаружите, что у вас не хватает временного ресурса на компиляцию вашей статьи или чего-то еще. И вам требуются ваши права. Так что иметь локальный, опять же, надежнее. Локальное все надежнее. Все должно быть локально. Тогда у вас есть вероятность не потерять ничего. Пароли, записи, ноутсы, статьи ваши. Все локально должно лежать. Иначе вы останетесь без всего, без этого. Так, значит, ЛАТЭХ. Ну, про ЛАТЭХ рассказывать вам не надо, да? Вы и сами хорошо на нем работаете. Правильно я понимаю? Вы правильно понимаете? Да. И использовать, естественно, гид для работы с документами. Используйте гид, да? Ну да. Ага. Для написания статей, для взаимодействия с руководителем и так далее. Ну, хорошо. Будем считать, что вы гид используете. Так. Что у нас еще остается? Да, пожалуй, основные вещи мы посмотрели. То есть программы вы пишете, выкладываете в репозитории на гидхаб. То есть гид используете. Потом в диссертации будете указывать ваши программы. Регистрируете программу через университет. Получаете свидетельство от регистрации. Далее делаете текст диссертации в ЛАТЭХе. Ну и, соответственно, автор реферата. Литературу собираете в менеджере библиографии и делаете ссылки на менеджер библиографии. Ну и ведете, естественно, список дел, тудушник по какой-нибудь методологии, например, Ballet Journal или что-нибудь в этом духе. Ведете? У вас есть на каждый день список дел? И какую методологию ведения списка дел вы используете? Подписываю, что нужно сделать ежедневник ручками, ручкой локально у себя в тетрадочке. Очень хорошо. То есть вы используете методологию записи, нотацию Ballet Journal, да? Видимо, да. Видимо, да. Видимо, вы первый раз, может быть, услышали это название сегодня. И сортируете все по GTD. Getting Things Done. Нет? Да. 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 И используете идеологию Inbox Zero. Используете? Типа поступающие задачи равны нулю или что это значит? Нет, это значит, что всегда пустой Inbox ящик для входящих задач. Он всегда пустой должен быть. Откройте свой почтовый ящик и посмотрите, сколько у вас входящих писем. Много. Удаляйте все. Ну, я нажму прочитанное. Нет. Удалить. У вас там должно быть ни одного письма не должно быть. В Inbox должно быть всегда пусто. Принято. Принято. Это Inbox Zero. Удаляйте. А throughput делается. Так. Все. Ее нужно будет написать на ландшафт. а потом кто-нибудь другой с вами будет заниматься. Ну, вот так вот я представляю план на следующее занятие. Ну, а на сегодня, наверное, можно уже завершать. Количество людей... Ладно. Есть вопросы? Вопросов нет. Хорошо. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Продолжение следует...